ВОЛОНТЕР В 1995 году на первом форуме добровольцев был принят федеральный закон, определяющий их как граждан, осуществляющих благотворительную деятельность в интересах благополучателя в безвозмездной форме. В последующие 13 лет движение только набирало популярность. Неудивительно, что 2018 год был объявлен президентом России годом добровольца. Накануне в киноконцертном комплексе «Современник» подвели его итоги. За этот год действительно было сделано очень много. Только в Ульяновской области были введены многие нормативно-правовые акты, которые регламентировали взаимодействие министерств с волонтерскими отрядами. Потому что до этого таких актов не было. И, соответственно, никто толком не понимал, кто что должен делать, а кто что делать не должен. Например, также Ульяновская область в этом году вошла в ряд пилотных проектов, которые внедряли у себя на территории стандарт по развитию добровольчества. Опыт нашего региона уже включен в федеральное методическое издание волонтеров. Есть и другие успехи. Проект «Десятилетие доброты» в следующем году будет рекомендован всей России. Вчера стало известно, что три ульяновских проекта победили на федеральном конкурсе «Доброволец России». Из 16 тысяч заявок победили самые значимые. Победители сейчас находятся в Москве на федеральном итоговом волонтерском форуме. Конкурс не единственный. Есть победители и региональных конкурсов. Украшать свою душу добрыми делами – это великое дело. Я именно в этом вижу смысл нашей с вами совместной работы и жизни. Позвольте мне еще раз вас всех поздравить, поблагодарить и сказать огромное слово благодарности не только вам, но и Ольге Николаевне. Спасибо большое. После награждения ульяновцы посмотрели документальный фильм «Я волонтер. Истории неравнодушных». Все собравшиеся солидарны в одном. Волонтерство – не сезонное увлечение, не мода и не административный проект. Это дело всей жизни, на которое наконец-то обратили должное внимание. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости ульяновской правды.